здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать надеюсь меня хорошо видно и хорошо слышно так сейчас юра что-нибудь напишет и мы можем начинать так вижу запуск хорошо хорошо прекрасно я человек который работает в основном с лишним весом где то семьдесят пять процентов людей приходят ко мне для того чтобы весить меньше выглядеть лучше носить одежду меньшего размера быть плотнее иметь больше мышечной массы иметь более низкий биологический возраст где-то 25 процентов девочек ну и мальчиков ко мне приходит за наращивание мышечной массы вот это о том чтобы тело было гибким подвижным хотела танцевать чтобы она состояла из мышц вот вот я об этом так вот четыре категории людей с которыми немножечко сложнее работать вот ты что-то делаешь человек реально старается что-то делает делает все что я говорю однако результат он отсроченный это девочки которые уже вошли в менопаузу поэтому я говорю друзья значит мы стремимся зайти в менопаузу на пике развития своей мышечной массы об этом я уже говорила это люди с гипотиреозом это отдельная тема сегодня они не будем говорить это торопыги которые говорят ну вот мне быстренько подходить к новому году а потом а потом а потом что что значит подходить к новому году ну что значит подходить к новому году или к 8 марта что потом это значит тут у тебя нет представления о том чего тело хочет что ему нравится ты им манипулируешь тебе нравится жить с манипулятором тебе не нравится жить с манипулятором Почему ты манипулируешь своим телом, почему ты уподобляешься, это отдельный вопрос, не буду об этом говорить. Я сегодня говорю о тех людях, это умные люди, это уже люди осознавшиеся, которые схлопотали себе инсулино-резистентность, и они делают, и они стараются, и они делают всё верно, но результаты или медленные, или пока не видно. Я вижу таких людей в чатах, в системе старости нет, и мы спокойно продолжаем медленно и нудно решать вопрос. Я вижу таких людей на живых встречах, я сейчас живу в Болгарии, Варна, и благодаря тому, что меня везде окружают интересные люди, вот мы сейчас делаем серию встреч, и я вижу людей, которые очень умные, очень осознанные, жизнь уже научила. Они в инсулино-резистентности, и они хотят результата, но он как бы тормозит. Поэтому сегодня я специально расскажу вам, вот прям, я сегодня даю так информацию, как я её даю на курсе «Богатый нутрициолог». Вы меня извините, но это будет такая нормальная себе профессиональная информация, для того, чтобы вы осознались, вот допустим, у вас ещё нет инсулино-резистентности, вы не знаете, что такое инсулино-резистентность, но вы сейчас прям возьмёте талию, померяйте и определите, что она у вас больше 80 сантиметров. Вот вам сегодня нужно прослушать это моё умозаключение и выслушать мою мотивацию для того, чтобы не пойти дальше в инсулино-резистентность. Или вы уже поздавали инсулин и глюкозу, и посчитали сами индекс хомо, и вы увидели, что вы в инсулино-резистентности. И вы уже привыкли, ну да, я в инсулино-резистентности. Нет. Я сегодня расскажу, что будет дальше за инсулино-резистентностью. И почему туда вам вообще не надо заходить. Ну и третья категория людей, которые прохлопали талию больше 80, прохлопали свою инсулино-резистентность, и теперь они, конечно, умные, но уже уровень глюкозы в крови выше нормы. Норма и гликирный гемоглобин выше нормы. Это люди, которые попали в сахарный диабет. И смысл быть умным в сахарном диабете? Конечно, есть смысл быть умным в сахарном диабете. Потому что либо можно долго жить с этим диагнозом, просто правильно питаясь, двигаясь в удовольствие, либо можно схлопотать любое осложнение этого состояния, а эти осложнения и называются болезнями цивилизации. Поэтому, если вы готовы, я точно готова. И давайте пойдем. Итак, я сегодня фактически говорю о болезнях цивилизации. Это те болезни, которые еще называют болезнями стареющего организма. Давайте быстренько. Лишний вес. В 25 вы весили по-другому. Лишние объемы. В 25 какой объем одежды вы носили? Сейчас какой носите? А потом, если ничего не делать, присоединяется высокое артериальное давление. Быстренько проанализируйте, что у вас с артериальным давлением. Такое ли же было, как в 30-25 лет? Или вы уже таблеточки пьете? И, конечно же, нарушение углеводного обмена. Вот те, о которых я сказала. Инсулинорезистентность, сахарный диабет. Это болезни цивилизации. У молодых людей весь этот комплекс не встречается. По мере того, как вы все-таки приобретаете, по мере того, как вы ошибаетесь в выборе продуктов питания, вот эти болезни, они могут стать вашими болезнями и ограничить и качество жизни, и длину вашей жизни. Соответственно, смотрите, есть пятерочка. Пять топ болезней цивилизации. Топ болезней цивилизации я бы на первое место поставила даже не ожирение, друзья. Я бы на первое место поставила просто метаболический синдром. Потому что я смотрю и вижу большое количество людей с ожирением. Действительно, это ожирение. Но не у всех у них присоединяется даже та же самая инсулинорезистентность. Но есть люди, которые просто пропустили талию. Вот у нее худенькие ножки. Поставьте единичку, в кого я попадаю. Худенькие ручки, худенькие ножки. И вы никогда не страдали лишним весом. Но просто стала расти талия, сглаживаться талия. Появился животик. Появился какой-то целлюлит. Медузоподобность в области живота. И вот оно. Вот это метаболический синдром. И теперь посмотрите, как на этот метаболический синдром насаживаются все остальные болячки цивилизации. Это сердечно-сосудистые заболевания. Артериальное давление высокое. Значит, будут разрушаться кровеносные сосуды. Значит, придет инсульт, инфаркт. Так. А теперь посмотрите, как придет сахарный диабет. Если вы в метаболическом синдроме, потом краткий миг инсулинорезистентность и сразу сахарный диабет. А сахарный диабет пригласит уже сердечно-сосудистые заболевания. А как онкологические заболевания, как топ-пятерка болячек цивилизации садится на метаболический синдром? Высокий уровень инсулина. Инсулин – пролиферативный гормон. Он нажимает на определенные рецепторы, и клетки начинают размножаться. И, соответственно, это провоцирует злокачественное образование. А остеохондроз как развивается? Ну, большой вес, неправильная нагрузка на суставы, закисление мышц, вымывание кальция из костей для того, чтобы провести реакцию нейтрализации «нельзя так кисло». И, соответственно, не только остеопороз и разрушение хрящей, но еще образование костных остеофитов на хрящиках. Вот я вам проговорила пятерку болезней цивилизации. И все они зависят от метаболического синдрома. Поэтому, если мы сейчас с вами договоримся что-то сделать с этим метаболическим синдромом, если вы на Новый год поставите себе, это не гиперцель, друзья, это нормальная цель, мы ее рассчитаем буквально, сколько месяцев вам нужно к ней идти, и поставим целью сделать талию 80 сантиметров и меньше, значит, выйти из метаболического синдрома, это вы себе даете огромный, просто дарите огромный подарок. Этот подарок звучит «дополнительные 10 лет жизни» или «дополнительные 15 лет жизни». Сколько стоит ваши 10-15 лет жизни дополнительно? Вот сколько? Так вот, что такое метаболический синдром? Это очень просто. Вы сейчас идете и ищете в своем доме сантиметровую ленту, и все-таки мерите свою талию. И если она у вас больше 80, это метаболический синдром. Что будет дальше, сейчас расскажу. Так, время от времени я буду отвлекаться на свой инстаграм, он меня продолжает выбивать, даже не знаю, стоит его перезапускать или не стоит. Это ужасно, что-то такое с ним произошло. Окей, хорошо, друзья. Смотрите, отдельное внимание хочу обратить на ваших мужей. Девочки, меня слушают, я смотрю статистику, меня слушает 80-90% девочек. Женщины меня слушают, женщины меня смотрят. Смотрите, если у вас в доме ходит вот такой вот мужчинка, такой пузатик, это значит, что вы неправильно готовите. У женщины есть место, куда поместить лишний жир. Она может в попу поместить, она может в животик поместить, она может в бедра поместить, в ушки она может поместить, в молочную железу она может поместить, куда угодно. А у мужчины все идет в брюхо. Это называется висцеральный жир. Висцеральный жир – это не просто жир, он прям метаболически активен, он прям выделяет гормоны и биологически активные вещества, которые поддерживают огонь хронического воспаления. Если ваш муж выглядит примерно таким образом, вот с таким вот животиной, это значит, что вы допускаете грубые ошибки в питании семьи. И вам еще ничего. А мужчины живут на 15 лет меньше, чем женщины. И не только потому, что алкоголь и курение, а еще вот потому, что жир откладывается только в брюхо. Друзья, поэтому это очень важно. Я вижу огромное количество женщин, которые живут одинокую жизнь после 60-ти. Потому что все. Муж не доживает. Поэтому да. Смотрите, мы сегодня говорим о вещах, которые очевидны. Как бы их все видят, но закрывают глаза. Мы сегодня с вами говорим о вещах, которые понятны. И реально все о них говорят. Но такое впечатление, что человечество закрыло уши. Вроде бы говорим, но так много на эту тему говорится, что эти слова уже замылились. Это страшная проблема? Казалось бы, ну боже, ну если все зависит от питания, ну давай один раз в жизни его отредактируем, все будет хорошо. Нет. А все очень-очень запутанно. Что отредактировать? Вседозволенность в пище, друзья. Были времена, когда нас, как человечество, испытывали голодом. Я смотрю старые фотографии, и недавно мне попалось видео 1954 года, Варнинский пляж. Кто-то выложил видео, черно-белое, Варнинский пляж. Не было толстых людей, друзья. Все были поджарые, сухие, и я так могу сказать, даже худоватые. Если сейчас выложить видео, Варнинский пляж, ну в общем, сейчас люди выглядят несколько иначе. Тогда были дефициты, а сейчас, вот то, что раньше было лакомством, конфетки разные, печенюшки разные, шоколадик, сейчас прям еда. Мусорная пища сейчас самая доступная. То есть, когда вы ребенку даете карманные деньги, он, вот будьте уверены, тратит их на мусорную пищу, которая самая доступная, углеводистая пища. Да, когда-то не было супермаркетов, точно. Перекусы. Сейчас самые легкие перекусы, это, конечно, углеводные. Не тормози, сникер, сни. Как-то, Юра, по-моему, недавно вспоминал, время заготовок. Кто помнит, вот кто в своем детстве был в селе, и вот это время заготовок. Когда давили томатный сок, потому что, где купить сок зимой? Не было супермаркетов. Давили яблочный сок. Хорошо, вот сейчас есть яблоки. Зимой, ну, как бы, они долежат до Нового года. Вот. А потом, чем питаться? Не было супермаркетов, да? Соответственно, давили сок. Ну, и заготовка, всякие там, корнеплоды, овощи и так далее. Кто это помнит, плюсики поставьте. Я помню, те времена, потому что у нас был частный дом, а рядышком с этим частным домом была летняя кухня. Я думала, что это филиал ада. Я так в детстве понимала, что это ад. Потому что там бабушка летом закрывалась в этой кухне и варила вот это вот, все обрабатывала, делала закатку на зиму. И это было там, ну, вообще летом жарко, а там было прям вообще очень жарко, все печки работали и так далее. Друзья, не было супермаркетов. Если ты себе не заготовил, то, соответственно, соси лапу, что называется. Сейчас заходишь в супермаркет, и что тебя, ну, как бы провоцируют, тебя испытывают вот этим огромным разнообразием. Поэтому, друзья, если не хватает интеллекта разобраться в этом огромном разнообразии, и вы понимаете, что разнообразие вами управляет, что вы не можете самостоятельно в этом разобраться, надо попросить помощи, надо попросить помощи, друзья, потому что зашел в супермаркет, вышел с углеводами. Ну, и трансжиры. Ну, конечно, они были всегда, все эти саламасы, все эти маргарины и так далее. Но, внимание, друзья, вся промышленная выпечка на трансизомерах жирных кислот. Соответственно, все ближе и ближе. Первый инсульт, первый инфаркт, а я еще не сказала синдром Альцгеймера и так далее. Вот. Итак, друзья, разбираемся в проблемах, фактически в проблемах углеводного обмена. Первая проблема углеводного обмена звучит так. Избыток глюкозы, который вы получаете с напитками и едой, а также избыток фруктозы гарантированно переводится в жир. Конечно, вы меня слушаете давно и вы точно знаете, что раньше, вы помните, вы думали, что не надо есть жирное, потому что я и так жирная. Но мы с вами разобрались и оказалось, что это немножечко не так. А именно передозировка глюкозы, глюкоза, запихнутая внутрь клетки, у нее есть три судьбы. Либо она будет сожжена в цикле крепса, но извините, для этого клеткой нужно пользоваться. Для этого на данный момент времени, сейчас 12-19, нужно уже было 5 километров пройти и 20-30 минут в спортивном зале побыть. Кто это сделал? Поставьте себе пятерочку, а я посмотрю. Кто уже это сделал? Сейчас, ну все, первая половина дня закончилась. Вы уже должны были себе заплатить. Вы уже должны были сделать так, чтобы клетка поработала. Кто это уже сделал? Кто, сколько километров прошел? или шагов? Вот, молодец. Нутришн нети. Вот кто занимается нутрициологией, тот уже в данках. Понимаете? Вторая судьба у глюкозы. Если она не была сожжена с образованием энергии, потому что хозяйка клетка еще не пользовалась. Она проснулась, эта хозяйка, она выпила кофе, вот, и она засела смотреть, слушать бахтину. Ну классно, классно, но еще клетка не работала. Вижу пятерочки. Молодцы девочки. Молодцы. Тогда будет следующая судьба. Ну ладно, давайте сделаем немножечко гликогена. Но его много не надо, гликоген. Гликоген запасное питательное вещество. Тогда третья судьба у глюкозы и у фруктозы. Третья судьба. Третья судьба превратится в жирные кислоты, в три глицерида, в жир, который будет отложенный в этой же клетке. В этой же клетке будет отложен. Понимаете, в чем дело? Фруктоза имеет две судьбы. Мимо гликогена, друзья, либо с образованием энергии, либо в жир. И еще по поводу фруктозы. Она очень быстро превращается в жир. И еще по поводу фруктозы. Чтобы глюкоза зашла внутрь клетки, нужно, чтобы был инсулин, нажал на кнопочку. Чтобы фруктоза зашла внутрь клетки, никакого инсулина не нужно. Поймите, что у клетки выбора нет. Она все равно возьмет эту фруктозу. Вообще нет выбора. Это к вопросу о том, что обычный столовый сахар это 50-50, а глюкоза плюс фруктоза, глюкозинка плюс фруктозинка. Я не ем фруктозу. Конечно, ты не ешь фруктозу. Ты ешь просто добавленный сахар, обычный сахар, 50% в котором глюкозинок, 50% фруктозинок. Так вот, как клетка заплывает жиром? Физически. А прям жировые вакуоли образуются. Пока они объединятся, эти жировые вакуоли, сместят ядро на периферию туда, и все, и клетка говорит, но я уже не клетка мышечной ткани. Или клетка говорит, я уже не могу выполнять функцию, я понимаю, что я была когда-то гепатоцитом клеткой печени, но я уже не могу выполнять функцию, я же вся жиром заплыла. То есть, смотрите, и тем не менее я скажу такую фразу, ожирение это спасение человека на некоторое время. Вот когда вы неправильно кушаете и просто толстеете, но проверили свои анализы, у меня еще нет инсулинорезистентности, у меня еще нет сахарного диабета. Это просто вы созданы с огромным запасом прочности. Поклонитесь своему создателю и возьмитесь за ум. Просто возьмитесь за ум, потому что лафа, вот это вот, которой вы радуетесь, заканчивается, когда снижается чувствительность к инсулину. Давайте расскажу на пальцах. У каждой клетки есть рецептор к инсулину, можно на него, кнопочка такая нажать, нажать может только инсулин. Когда это нажатие происходит, рядышком происходит раскрытие на мембране портала такого, через который глюкоза может зайти внутрь клетки. Все. Что такое лафа заканчивается, когда снижается чувствительность к инсулину? Когда инсулин давит на эту свою кнопочку, а клетка говорит, ребятки, смотрите, я уже жиром заплыла. Если я вдруг захочу воспользоваться этим жиром, потому что жир, это стратегический запас энергии и воды в организме, то я получу себе столько энергии, что мне хватит до самого времени моей смерти, до моего апоптоза. Поэтому я беру сам портал к глюкозе и прячу его под мембрану. Жми инсулин на кнопки, сколько тебе влезет. Вот это называется, друзья, инсулинорезистентность. И вот вы в этот момент переходите на низкоуглеводное питание. Как вы это делаете? Вы покупаете систему старости нет. Кстати, сейчас есть под этим видео ссылка на систему старости нет. И в шапке профиля. И новогодние скидки. Ну, потому что новогодние скидки. Ясное дело, что мы делаем подарки. И вот делайте все как положено. Нулевую ступенечку проходите, первую ступенечку проходите. Другие девочки пишут классные результаты, а у вас результат, ну, как бы он есть, но не такой, как бы вы хотели. Вот вчера Наташа интересную такую фразу навстречу сказала. Это моя знакомая Наташа. Но я убрала за полтора года 16 килограмм. Но мне еще 16 надо, и я хочу быстрее. А я понимаю, Наташа, их надо просто убрать. Быстрее при инсулинорезистентности не надо. Просто их надо убрать. То есть правильным питанием, физической нагрузкой, терпением, новыми привычками дойти до ситуации, когда эти 16 килограмм тоже ушли. Так вот, вы перешли на низкоуглеводное питание и зараза не худеете. И уже думаете, может методика у Бахтиной не рабочая. Друзья, у меня нет никакой методики. Вот вообще никакой методики. Мы действуем сугубо по физиологии человеческого организма. И все, и все. Так вот, вы будете обижаться на то, что у вас немного хуже результаты, чем у соседей в чате в течение того времени, пока инсулин в вашей крови по привычке высокий. Как это по привычке? Ну смотрите, раньше достаточно было одной молекулы инсулина, надавил на рецептор, портал к глюкозе открылся. А сейчас портал к глюкозе, что под мембраной. И никто не открывается. Тело понимает, слушайте, а что у нас инсулина мало, что ли? А почему так много глюкозы в крови? Почему она не заходит внутрь клетки? Потому что, ааа, потому что спрятали порталы, ну может быть не все клетки спрятали порталы к глюкозе под мембрану. Давайте просто больше инсулина сделаем. И огромное количество инсулина давит на эти рецепторы, и еще большее количество клеток прячут порталы к глюкозе под мембрану. Понимаете? Вот это наращивание инсулино-резистентности. Поэтому, друзья, как только вы перешли на низкоуглеводное питание, это первая ступень системы старости нет, и третья ступень системы старости нет, как бы добивают там уже ваше понимание, да? Вот. Мы просто ждем, пока уровень инсулина снизится. На это нужно время. Вот смотрите, когда вы покупаете, например, дом, кто покупал квартиру, на зеленом этапе. Ничего еще нет, даже еще фундамент не заложен, но вы знаете, что там оно будет. Уже строительная площадка огорожена, все классно. И вы ходите, вы знаете, что там будет когда-то ваша квартирка. Вы ходите, слушаете, есть ли там какие-то звуки, даже уже что-то там происходит, но вы ничего не видите, ни стен, ни крыши, ничего ясное дело. Потому что длительное время строители занимаются фундаментом. Вот здесь тоже. Вы длительное время делаете все необходимое. И фундамент вашего успеха, он зреет. И фундамент называется снижение уровня инсулина. Потому что, когда вы начали давать маленькое количество глюкозы, клетка говорит, слушайте, что-то мне не хватает энергии, вот, а мы клетке говорим, ну возьми, у тебя жира полно. И она начинает жир тратить. Тогда вы начинаете сдуваться. Уже настроение получше, потому что объемы уходят. Но вес еще почти не уходит, потому что жир, он легкий, но зато объемный. Вот вы сначала начинаете сдуваться, но вы хотите именно, чтобы еще был результат, по вашим весам. Ну хорошо, вот начали сдуваться. В конечном итоге, клетка потратила какое-то количество жиров. Она говорит, слушайте, ну мне удобнее пользоваться глюкозой. Ну так удобнее, так подними портал на поверхность клетки. Что ж ты спрятала портал глюкозе под мембрану? На мембрану поставь. И когда клетка ставит портал на мембрану, она начинает опять получать эту глюкозу. Понимаете? Вот нужно до этого доработать. Нужно на это время. Конечно, нужно время. Поэтому терпение, запятая мой друг, запятая терпение, точка. Понимаете? Потому что это нужно сделать обязательно, иначе высокий уровень глюкозы запустит порчу. Сейчас расскажу, что такое порча белков в организме. У вас другого выхода нет. Но есть вторая проблема. Вот давайте еще остановимся на проблеме номер два. Проблема номер два – это избыток инсулина. И вот этот избыток инсулина, он останавливает липолиз. Если говорить на медицинском языке, подавляет фермент триглицерид липазу. То есть жир в клетке есть, но им клетка не пользуется, потому что глюкоза, потому что инсулин очень высокий. И хозяйка говорит, но я почти не косячу. Мне просто вечером очень хочется яблочек. Я съедаю килограммчик яблочек на ночь, но это же клетчатка. И вот почему-то не худею. Вы можете подставить килограммчик апельсинчиков, вы можете подставить килограммчик помела и так далее. Что хотите, килограммчик подставьте, но если это килограммчик или пол кг, на ночь, без возможности сжигать, будет у вас высокий уровень инсулина, и у вас будет подавление триглицелид липазы. Обязательно. Вы не запустите просто в топку свои жиры. Не запустите. Итак, пока уровень инсулина высокий, с одной стороны, о боже, ровно 15 минут. Это меня вырубает из инстаграма. Ровно 15 минут. Кстати, а у кого есть какая-нибудь идея? Почему? Канал, который за 100 тысяч подписчиков, мой канал, за 100 тысяч подписчиков, мне позволяет быть в прямом эфире, будто бы у меня ниже 1 тысячи подписчиков. Всего лишь 15 минут. Может, у кого-то есть какая-то идея? Так вот, по поводу инсулина. Видите, в какой мы с вами сложной ситуации? Мы с вами в очень сложной ситуации находимся. Потому что пока высокий уровень инсулина, мы хотим, чтобы клетка истратила все-таки свои жиры, которые внутри клетки. Но нам не удается, потому что высокий уровень инсулина. Поэтому деваться некуда. Придется переходить на низкоуглеводное питание. Ничто так хорошо и не снижает уровень инсулина, как низкоуглеводное питание. Вы можете мне сказать, ну, наверное, голод. А я скажу, нет, голод хуже снижает уровень инсулина, потому что голод запускает кортизольный механизм. А инсулин и кортизол оба стрессовые гормоны. Вот они оба стрессовые гормоны. Соответственно, надо кушать, нужно кушать регулярно. Я, собственно говоря, этому учу в системе старости нет. И у меня люди все накормленные, с тепленькими животиками. Им вкусно. К ним положительно относится вся семья. Потому что нет такого. Муж приходит домой, открывает холодильник, а там только пучочки сельдерея. Нет. Наши девочки кормят вкусно, разнообразно. Так, что вот прям вообще. С тех пор, как я перешла и семью перевела на низкоуглеводное питание, у меня вообще начался совсем другой период в моей жизни. Мой муж начал готовить. Потому что он понял, что можно готовить мясо, рыбу, птицу. Вот это все салаты, гарниры. Ну, салаты, да, готовим, конечно, да. Но гарниры, вот это не обязательно. Соответственно, ну, мужчины любят готовить. Дичь! Вот. И он прям включился. И я очень-очень счастлива. Итак, смотрите. Результат будет, как только вы справитесь с избытком, передозировкой инсулина. А инсулин болтается в крови, но его клеточки не слышат. И это называется инсулинорезистентность. И при этом постоянно задирает уровень инсулина углеводами. Это объедание углеводами. Поэтому мы должны с вами перейти на низкоуглеводное питание и перестать объедаться этими углеводами. Как посчитать? Вот я, у меня есть курс «Богатый нутрициолог». И я там даю информацию не для потребителей, не для клиентов, а прям для тех людей, которые как нутрициологи ведут других людей. Сначала это могут быть я сама и моя семья. Потом, когда у меня у самой и у семьи получились хорошие результаты, люди хотят уже работать с внешней аудиторией. Это замечательная новая специальность. Друзья, я очень рада, что сейчас появилась такая замечательная новая специальность нутрициолог. Потому что нутрициологов нужно очень много. Очень много в обществе нужно нутрициологов. Потому что мы все умные, у нас у всех есть доступ в интернет, доступ к различной литературе. Но человек дает результат тогда, когда его сопровождают. И нужно много нутрициологов, чтобы, вот если мне нужен, чтобы у меня был мой личный, который меня сопровождает к результату, удерживает. Так вот, моих нутрициологов я учу считать индекс инсулинорезистентности и вас тоже научу. Для этого нужно сдать, пойти в лабораторию и сдать просто углеводный профиль. Посмотреть глюкозу, какая у вас глюкоза в крови. Посмотреть уровень инсулина в крови. Уровень инсулина умножить на уровень глюкозы поделить на 22,5. И вы получите индекс инсулинорезистентности. Если он до 2,7, окей, вы еще не в инсулинорезистентности. Если выше, друзья, вам еще вчера надо было быть в системе старости нет. Потому что, когда я создавала систему старости нет, для меня прям дело чести было, чтобы каждый человек, который выслушал мою информацию, в итоге, параллельно с прохождением курса, вышел из инсулинорезистентности, нормализовал, сейчас скажу, гликированный гемоглобин, вышел из метаболического синдрома, нука, талия 80 сантиметров. Как вы будете выглядеть, когда у вас талия будет 80 сантиметров и меньше? Нормализовал артериальное давление, отполз от всех болячек цивилизации и биологический возраст 25-30. Так что все платья сидят, брючки сидят, шортики сидят, танцевать хочется. Вот это у меня было. Вот это у меня было в голове. И это реализует каждый студент, который проходит систему старости нет. Вот это абсолютно необходимо. Потому что если вы пропускаете свою инсулинорезистентность, то потом доктор поставит сахарный диабет. Как снизить, как уйти? Давайте повторим из инсулинорезистентности и снизить индекс инсулинорезистентности до нормы, до нормы. Сначала нужно снизить инсулин. А чтобы снизить инсулин, перейти на низкоуглеводное питание. А также попросить клетку сжигать глюкозу, то есть начать ею работать. Это физическая нагрузка в удовольствие. Чтобы новый жир не откладывался, а старый жир потратился. Понимаете? Хорошо. Результат. Но результатов много на самом деле. Ну давайте вот так с глюкометром, девочка пишет, уже 7 лет. Глюкометр это прибор для измерения глюкозы. Кто испортил свой углеводный обмен, у того глюкоза через 2 часа после приема пищи будет выше, чем до еды. А нам нужно, чтобы всегда было 3,3, 6,6, 5,5 уровень глюкозы. Так вот, с глюкометром уже 7 лет, кроме того, как замерить, а потом расстроиться, правильно действовать я не научилась. И вот благодаря системе старости нет, стала питаться методом проб в питании и достигать желательного результата. Ранее в чате Детокс упоминалось, что Лада, ну она, девочка с Ладо-диабетом. Так вот, динамика положительная. Гликированный гемоглобин, сейчас объясню, что это такое. Это очень крутой результат, друзья. Он снизился, у нее был 9,63, это сахарный диабет. А снизился до 6,39. Это все еще сахарный диабет, но она перестала убивать себя. Инсулин с 6,9 до 4,2. Вот, ну и дальше она задает свой вопросик. Друзья, сейчас я вам расскажу, насколько, вы сейчас поймете, насколько это крутой результат. Насколько женщина себе помогла жить длинную жизнь. Вот, еще один вариант. Включилась в систему с сентября, купив книгу. При наличии сахарного диабета второго типа. Вес ушел с 63 до 57 килограмм. То есть, видите, у нее небольшой вес. А диабет есть. А диабет есть. Потому что не так важен вес, сколько объем талии, друзья. Сколько наличие ВАЗ в метаболическом синдроме. Гликированный гемоглобин был 7,8, стал 5,8. Она нормализовала свой гликированный гемоглобин. Так, что здесь у нас? Здесь у нас статистика по инсулину. Смотрите, 22 апреля высоченный инсулин 24. 5 июня уже 18 на низкоуглеводном питании. И 8 октября уже 13. То есть, женщина стремительно выходит из метаболического синдрома. И это только на одном питании. Еще без физической нагрузки. Это молодая девочка, которая ест по ночам. Она ест по ночам углеводные продукты. И ни мама, ни девочка ничего не могут сделать. Потому что девочка говорит, мам, я не могу терпеть. У меня не просто тяга к углеводам, жор. У меня настоящая ломка, будто я наркоман. Я не могу. Я просто умру, если я не съем. Ну, она ест, ну, пытается фрукты, пытается крахмалистые вещи. Ну, иногда это просто сладости. И смотрите, у нее уровень инсулина, но я такой редко вижу. 51. Это в 2 раза выше нормы. Это очень высокий. И вот мы перешли на низкоуглеводное питание. И сейчас инсулин тоже 25. Это еще много. На верхней границе нормы. Но девочка уже так не воспринимает остро вот эту вот ломку. То есть она остановила углеводные качели. Проблема номер 3, друзья. Третья проблема. Почему организм так охраняет через инсулиновый механизм? Охраняет нас. И как он через инсулиновый механизм нас спасает? Вот смотрите, человек питается так, что большое количество глюкозы приходит в кровоток. Соответственно, выделяется большое количество инсулина, чтобы спрятать глюкозу по клеткам. Вот он защитный механизм. Вот так мы добиваемся того, что уровень глюкозы высокий. Но потом, когда клетки начинают прятать порталы глюкозы под свою мембрану, и лафа заканчивается, инсулина много, но он не способен. Он не способен помочь чему? Очистить кровь от глюкозы, спрятать глюкозу внутрь клетки. Почему так важно спрятать глюкозу внутрь клетки или перестать жрать глюкозу? Потому что глюкоза умеет гликировать все белки человеческого тела. Но определять мы можем лабораторно только гликированный гемоглобин. Гликированный убитый. Кем? Глюкозой. Кого мы определяем? Гемоглобин. Убитый глюкозой гемоглобин. То есть намного опаснее, когда глюкоза болтается в крови без дела, значит она выше нормы. И от безделия начинает гликировать. Что такое гликированный гемоглобин? Он убитый, он деформированный, он не может таскать кислород. Он является мусорным белком, который еще 3 месяца 120 дней будет просто, 3 месяца 90 дней, 4 месяца 120 дней будет просто циркулировать по крови, делать вид, что он гемоглобин, но он не умеет переносить кислород. И когда количество такого гликированного гемоглобина забивает за 6% и больше, ставит диагноз сахарный диабет. Ну, в данном случае мы говорим о сахарном диабете второго типа, друзья. Это называется баста, карапузики, кончились танцы. Готовьтесь к осложнениям. Какие осложнения я вам в начале беседы сказала? Первый инсульт, первый инсульт, инфаркт, злокачественная опухоль. Хорошо, если смерть на месте. Ну как вам? Ну как вам? И вы можете посмотреть свой гемоглобин гликированный. Вы прям можете на него посмотреть углеводный профиль. Кстати, все анализы. Вы приходите в систему старости нет, и я у вас попрошу сдать эти анализы. Прям попрошу. И не думайте, что я их буду читать. Я не буду их читать. Я создала систему старости нет, чтобы вы, человек, умеющий слушать и немножечко читать, даже читать не обязательно, система старости нет, умеющий слушать, чтобы вы сами научились читать свой углеводный обмен на третьей ступени. Вы себе сами ответите на вот этот вопрос. Я вообще в инсулинорезистентности или уже в сахарном диабете? Или, слава богу, можно перекреститься. Спасибо большое создателю, что я вроде бы и много вешу, но я еще не убила свой углеводный обмен. Друзья, это так важно. Потому что гликируются абсолютно все белки. Вот скажите мне самый любимый белок вашего тела. У меня коллаген. Концентрация глюкозы в крови равна концентрации глюкозы в межклеточном пространстве. А у меня здесь коллаген. Вы видели диабетика с красивой кожей? Друзья, странные люди. Ведь это странные люди. У нее большой вес, она ходит к косметологу. Круто. Все ходят к косметологу, и она ходит к косметологу. Гиалуроночку подколоть. Так ты же каждый, абсолютно каждый день убиваешь, гликируешь, выводишь из строя огромное количество своих коллагеновых волокон. Гиалуроночка не поможет. Самая главная косметологическая процедура для тебя – иметь нормальный уровень глюкозы через 2 часа после каждой еды. Этому я учу. Я учу прям пользоваться глюкометром, кто уже сломал свои углеводные обмены. Это так важно. Скажите, пожалуйста, а сам инсулин, будучи белком, он разве не подвергается гликированию? Подвергается. Подвергается. Я глюкоза. Представьте, что я, у меня топорик, я не знаю, придумала такое, ладно, топорик у меня тут за поясом, я достаю топорик и жду ближайший белок, который мимо меня проскочит. Это инсулин. Хряс ему по башке, и все. И он уже деформированный инсулин. И он бы пришел к своему рецептору нажать на эту кнопочку, но он уже деформированный, он не может нормально нажать. Это все равно, что звоночек узенький, и я могу ноготочком на него нажать. А если мне расплющить палец, то я уже не смогу ноготочком нажать, потому что не подходит к замочку, к этой кнопочке. Все. Это уже дефект ключей. Дефект ключей к клетке. То есть невозможно нажать на рецептор. Инсулин. Это инсулин. А что, у вас белковых гормонов мало? Да у нас все гормоны белковые, за исключением стероидных, которых не так много. Друзья, вот оно, вот оно. Вот это вот эра осложнений. Все, осложнения пошли. А теперь смотрите, вот это кровеносный сосуд, я его вдоль разрезала и показываю вам его интиму. Она должна быть гладкая, как шлифованный лед. Еще более гладкая в 60 раз. Потому что, чтобы никакой тромбоцитик здесь не прицепился. Но тут плавает глюкоза в дозе, какая у вас глюкоза утренняя? Допустим, люди приходят ко мне с глюкозой 16. Я говорю, вам стационар. Она говорит, я там уже была. С 16. Через полтора месяца у нее уже 7. Так вот, плавает 7 ммл глюкозы в кровотоке. И она прям вот эти белки, которыми она же все, что она видит, это глюкоза. Она видит канал, трубу такую, которая выслана интимой. А интима она в том, тоже, ну это же клетки из белка состоят в том числе. И она кого видит, того, кого успевает, того и убивает. И что происходит? Дырки, трещины. Чем будет тело замазывать дырки, трещины? Холестерина будет замазать. Холестерина. Вот вам выход в атеросклероз. Потому что в одном и том же месте 3 раза замажешь, уже бляшка атеросклеротическая. Уже сужен просвет. Уже нужно высокое давление, чтобы продавить кровь силой. А где высокое давление, там ближайший инсульт, инфаркт. Что я вам объясняю? Вроде понятные вещи, но я понимаю, что это надо проговаривать. Проговаривать. Это мне понятная вещь, я 20 лет об этом говорю. Поэтому, друзья, смотрим свой углеводный профиль, смотрим свой гликированный гемоглобин. И если он не в норме, знайте, вы пока живы, вы можете сделать его нормальным. Я вам даю 3 месяца, ну ладно, 4, 120 дней. 120 дней. Почему 120 дней? Мы в течение этих 120 дней не кошмарим свой углеводный обмен. Мы переходим на низкоуглеводное питание. Мы включаем клетки, чтобы они работали. Мы пьем нужное количество водички. Мы ощелачиваемся. Мы проходим уже даже программу очищения организма. Потому что вот эти вот дохлые белки гликированные, их как-то выводить надо. Почему в организме диабетика хлам? Просто огромное количество мусора, хлама белкового. Потому что гликация, потому что огромное количество белков убито. Вы думаете, у меня нет никакого сахарного диабета и у меня нормальный уровень гликированного гемоглобина. Что значит нормальный? 5% убитого гемоглобина в моем теле. Вот у меня гликированный гемоглобин 5%. У меня гликированный гемоглобин 5%. У вас тоже. Ну, слава богу, если так. У всех гликация происходит. Абсолютно у всех происходит гликация. Сейчас это я перезапускаюсь, друзья. Просто задача... Вот смотрите, у меня количество гликированного гемоглобина 5%. И у меня риск умереть от инсульта, инфаркта и онкологии среднепопуляционный. Ну, самый низкий. Самый низкий. Возьмем, к примеру, 1%. Возьмем, к примеру, 1%. Если у Марии Сергеевны уровень гликированного гемоглобина не 5, как у меня, а 6%, у нее риск умереть от инсульта, инфаркта и онкологии на... Сколько процентов больше? Я забыла. Сейчас посмотрю. На 28% больше. То есть у нее, допустим, 28%. А у Марии Ивановны гликированный гемоглобин не 5, не 6, а 7%. Значит, 28 плюс 28 плюс 56% риска умереть от болезни цивилизации. Как вам такое? И при этом, когда вы придете к эндокринологу, он скажет, 7% гликированный гемоглобин, это нормально. Это нормально. Это не нормально. Это не нормально иметь плюс 56% рисков умереть от болезни цивилизации. Поэтому это главный показатель, если вы уже имеете поломку углеводного обмена, так что ненормальный гликированный гемоглобин. Поэтому, друзья, все стремимся к гликированному гемоглобину 5%. И не разъедаемся. Есть нормы гликированного гемоглобина, но вам сдадите, тогда будет понятно. Смотрите, я взяла глюкозу и убила белок на поверхности кровеносного сосуда. Там эритроцитики, тромбоцитики, могут тромбик образоваться, надо холестеринчиком замазать и так далее. Но главное, что здесь происходит, что асептичное воспаление, там воспалительный процесс проходит. Точно так же, как я бы взяла, не знаю, там и вирус какой-нибудь подхватила, ковид. Там тоже было бы, ну не тут, в другом месте было бы воспаление, но оно инфекционное, а здесь асептическое. То есть я своим непродуманным питанием запустила воспалительный процесс в своих внутренних средах. Или, например, человек живет, я позже, я 40 лет прожила в Запорожье. Это очень такой промышленный город, где даже вот просто дышать этим воздухом, это запускать хроническое воспаление у себя в теле. То есть, друзья, мы своим питанием, своей гликацией запускаем тихое воспаление, тихое воспаление внутри себя. И вот это вот скрытое, тихое воспаление мы вызываем абдоминальным ожирением, талия больше 80, у мужчин выше 96. Мы вызываем вот этим гликированием. Друзья, у кого хоть один ИД какой-нибудь, с которым вы не можете справиться. Тироидит аутоиммунный, ревматоидный артрит, но не знаю, что это еще может быть. Любой гастрит, калит и так далее. Это воспалительный процесс ИД, это воспалительный процесс. И вы как бы подливаете масло в огонь этого скрытого тихого воспаления. Быть здоровым человеком, имея хоть одну хроническую болячку, потенциально проблематично. Вот прям потенциально проблематично. Поэтому дело чести для меня строить так систему повествования, чтобы вы это осознали, чтобы вы это преодолели. Дело чести для вас. У нас целый 20 какой там год будет, четвертый. Чем вы будете заниматься в 2024 году? Вот скажите, к бухгалтерии учить английский язык, что вы будете делать в 2024 году для себя? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот у вас в 2023 году есть один ИД какой-нибудь или, допустим, метаболический синдром. Это хроническое воспаление. Почему бы не поставить целью убрать его за 2024 год? И не надо ставить вопрос, быстро это произойдет, медленно. Я не знаю. Задача просто убрать. Четвертую проблему рассказать вам. Наесться можно или крахмалистыми углеводами, или белком. Если человек наедается крахмалистыми углеводами, хватает у него места в желудке для белка? Нет, не хватает. Нет, но есть, конечно, такие уникальные люди, которые просто жрут много. И углеводы, и белка едят много. Ну, как бы, вот поэтому они такие большие люди. Вот, друзья, обычно женщины делают ошибку. Они не знают, они не понимают, они не знают, как посчитать, сколько белка в ее пище, и догоняется чем-то леденьким. Чем-то леденьким, холестерин несодержащим, нежирненьким и так далее. А это углеводы, это крахмалистые углеводы. А у меня вопрос, извините, а из чего мы будем себя строить? Вот если бы вы сделали анализ своего тела, то вы бы осознали, что вы состоите из белка, это мышцы, кости, связки, сухожилия и жира. Ну, подкожный жир, висцеральный жир, но я даже не об этом. Мы состоим из биологических мембран. Это двойной слой жиров и кое-где встроенная молекула белка. Углеводов в нашем теле, ну вот эти 5% глюкозы, что плавает в крови. Где-то гликоген в мышцах и в почках. И клетчатку, я вчера съела яблоко, а оно состояло, ясное дело, из клетчатки. Так вот, какое-то количество клетчатки у меня сейчас в кишечнике, потому что она не переваривается. Всё, больше нет у нас углеводов в теле. Всё остальное, сосуды, антитела, мышцы, кости, ферменты, гормоны. Из чего это делать? Надо давать суточную норму белка. И ей вы будете наедаться, этой суточной нормой белка. И тогда требование вашего тела к глюкозе, к глюкозосодержащим вещам, к рахмалистым, оно будет меньше, и так вы спокойно, здраво сможете просто стать красивым человеком. Я уже не говорю о том, как стать, говорю, конечно, здоровым человеком. Просто многих людей, вот они меня слушают, ей, допустим, 35 лет, и она красотка. О какой инсулинорезистентности вообще она говорит? Зачем она поднимает эти темы? Мне просто хочу, чтобы попа не обрастала целлюлитом. Вот я об этом тоже. Я обожаю красивых людей. Когда я вижу, что человек красив в любом возрасте, я знаю, что это работа над собой. Ну, в смысле, может быть, до 30-35 лет — это легко быть красивым человеком. А потом это прям жизненная позиция. Это прям потом жизненная позиция. И уровень интеллекта. Я не помню, с кем я говорила вот в ближайшее время. По поводу уровня интеллекта. Если ты имеешь высокий интеллект, ты можешь выучить английский язык, другой язык? Можешь. Это я себя стимулирую. Не могу никак. Ну, я в процессе. Вот. Ты можешь понять текст, читать книги? Можешь. Ты много чего можешь. Ты можешь разобраться, как проструктурировать своё тело. Более того, ты даже обязана это сделать. Поэтому умные люди, они и тело имеют умное, близкое к идеальной физиологии. И они не имеют хронических болячек. Если вы считаете себя умным человеком, значит, просто нужно накопить фактического материала и опыта в создании красивого тела. Шапка профиля «Система старости нет». Внизу под этим видео приглашение в систему «Старость нет». Я просто поделюсь. Ну, я много собак съела на этой теме. Я думаю... Я не знаю, зачем мне это, но я продолжаю постоянно думать именно об этом. Все картинки, которые у меня... Вот вчера я просто была в Варнинской опере. И я смотрела на людей, которые стояли на сцене. Мне очень нравятся их голоса. Я влюблена в их голоса. Но смотреть на них невозможно. Мужчины с пузами. У него шикарный баритон. Но ёлы моталы. Но почему пузо? Мы пришли смотреть на красоту. Поэтому я закрыла глаза и слушала. И представляла, что это красивые люди. Это божественная музыка. Приоткрывала глаза и опять видела метаболический синдром прямо на сцене. Ладно. Проблема номер пять. Я её уже вам озвучила. Если я глюкоза и бесконечно гликирую белки внутренней стенки кровеносных сосудов, то кто-то холестерин бесконечно замазывает. Замазывает что? Вот эти раны, которые я нагликировала. И теперь, па-па, внимание. Официальная кардиология говорит, хватит жрать яйца, друзья. Убирайте холестерин, содержащий продукты из своих рационов. Потому что, ну холестерин. Хватит жрать холестерин, он у тебя и так высокий. Ты посмотри, ты обрастаешь холестерин. Точно? Точно? Вы уверены? Или, может быть, вы ошиблись, уважаемые кардиологи? Так если вы ошиблись, попросите прощения. Друзья, то, что они ошиблись, это однозначно. Но никто не попросит прощения и не поменяет курс. Друзья, с обезжиривания пищи на применение адекватного твоему телу количества углеводов. Что тут непонятного? Что тут даже институт медицинский заканчивать не надо. Одну формулу, которую я вам в самом начале презентации показала, как из глюкозы жир образуется. Этого достаточно одного, чтобы снять с холестерина все судебные иски. С холестерина. Он заложник процесса. Будете гликировать, будет замазывать. Прекращайте гликировать, он перестанет замазывать. При чем тут холестерин вообще в пище? При чем? Поэтому, друзья, когда вы выходите из метаболического синдрома, вы думаете, что я сейчас скажу такую фразу, я вам даю гарантию, что у вас будет нормальный холестерин. Не даю. Не даю. Вот если бы уровень холестерина зависел от еды, давало бы. Более того, я бы вас заставляла смотреть, как вы эффективно вообще работаете со своей лепидограммой через еду. Но холестерин зависит, ну вот я на вскидку, от 10 различных вещей, и я еще многого не понимаю. И постоянно учусь, чтобы еще немножечко чего-то понимать. Но это совершенно другая отдельная тема. Но! Когда вы переходите на низкоуглеводное питание, сразу начинают реагировать кто? Три глицериды. И уровень три глицеридов у вас было 2,7. Три. Станет два, станет один, а мне надо, чтобы стало меньше одного. Я таким образом проверяю людей. Вот человек говорит, Лена, помогите мне, пожалуйста. Я делаю все, что вы говорите, но у меня, ну никак, ну никак. И низкоуглеводное питание, и физическая нагрузка, ну никак. Ну, говорю, ну давайте свои анализы. Смотрю, а там три глицерида выше единицы. Я говорю, слушайте, кого вы обманываете? Я, конечно, так не говорю, я так думаю. Я говорю, хорошо. Хорошо, дайте мне, пожалуйста, свой дневничок питания. Человек долго думает, долго пишет свой дневник питания. Потом мне выдает совершенно выверенный дневник питания, вообще без единой помарочки и так далее. Говорю, классно. Как давно вы питаетесь таким питанием? Он говорит, ну, это, конечно, идеальный день. Говорю, давайте будем серьезными. Я вижу ваши высокие три глицериды. Напишите мне или скажите, что вы кушаете. И оказывается, там есть одна-две ошибки всегда. Друзья, когда вы переходите на низкоуглеводное питание, ваши три глицериды падают ниже единицы, все. Вы уже себя спасли от инсульта, инфаркта, потому что кровь перестала быть молочным киселем. И она нигде не задержится, и нигде микротромбоз, макротромбоз не даст. Это уже спасение. Потом, следующим этапом, произойдет снижение плохого холестерина липопротетной низкой плотности и повышение хорошего холестерина липопротетной высокой плотности. И мы получим улучшенный, клевый, ой, что ж такое? Спасибо большое, кто это делает. Хороший индекс атерогенности. Вот такой индекс атерогенности мы получим. Понятно? При этом уровень холестерина может быть точно такой же, как вы пришли в программу, или даже выше или ниже. У каждого по-своему. Просто я вам один момент сказала, а еще есть куча других моментов, которые воздействуют на количество холестерина, на уровень холестерина. Но по холестерину у нас вся четвертая ступень. Целая четвертая ступень по холестерину. И я вас научу анализировать вашу собственную липидограмму. Потому что доктора ее не анализируют. Ну, как-то так вышло. Ну, просто очень... Я не могу сохранить эфир, меня выбрасывать через каждые 15 минут. Просто так вышло, друзья, почему-то. Доктор видит холестерин там выше шестерки. И назначает что? Статины. А обязан с вами провести работу, которую я сейчас с вами провожу. Я бы с удовольствием взаимодействовала с докторами. И вы знаете, вот я готовлю нутрициологов. И я прям говорю, друзья, возьмите себе узкую специальность, работайте вот именно с холестерином. Потому что это востребовано. Кстати, кто хочет стать нутрициологом, у меня есть шикарный курс «Богатый нутрициолог». И я действительно обучаю людей. И я хочу, чтобы вы брали узкую специальность. Потому что в вопросе по холестерину огромное количество работы. Огромное. Начиная с физической нагрузки и питания, заканчивая коррекцией работы щитовидной железы, коррекцией работы желудочно-кишечного тракта. Всё работает на этот холестерин. А у доктора на вас 11 минут. Всё, что он может, он так смотрит, ну да. Извините, я прямым текстом скажу, да. Но толстая. Видно, толстая давно. Он уже давление даже высокое. Ну да. По идее, по десятилетнему риску, по таблице десятилетнего риска, у неё продолжает быть низкий риск слопотать инсульт, инфаркт. Но она ко мне придёт в следующий раз через 5 лет. И она уже будет с каким-нибудь инсультом. Дам-ка ей на всякий случай статины прямо сейчас. То есть доктор не имеет возможности вам расписать, что нужно сделать. Ну как бы пробиться к вашему пониманию и делает простое действие, возможно, спасающее вашу жизнь. Даёт вам статины. Но если вы разберётесь, а вы разберётесь, как работать статины, вам абсолютно не понравится. Абсолютно. Потому что выбивая производство липопротеидов низкой плотности, плохого холестерина, вы в каждой клетке выбиваете возможность получить энергию. И клетки вот такие. Без энергии. Но уровень липопротеидов низкой плотности целевой. Ладно, но по холестерину реально очень много информации. Итак, друзья, запишите, пожалуйста, результирующие наши стратегии. Переход на низкоуглеводное питание. У меня прям целая презентация есть. 12 аспектов, почему низкоуглеводное питание спасает жизнь. И почему его можно использовать в течение всей жизни. Друзья, я пришла к низкоуглеводному питанию по одной простой причине. Я стала толстеть в 38 лет. До 38 стрекоза. Красивая, сексапильная, уверенная в себе стрекоза. А в 38 лет стала тёткой. И я просто не смогла... Сейчас, извините, это я занимаюсь перезапуском инстаграма. Параллельно. Видео, прямой эфир. Давай, миленький. Просто решила с этим не мириться. И перешла на низкоуглеводное питание. Многие из вас переходят на низкоуглеводное питание, получают идеальное тело, а потом расслабляются. Друзья, если вы один раз получили на обычном питании уродливое тело, это значит, что обычное питание уродует вас, и оно вам не подходит. Соответственно, переходя на то питание, которое вам даёт красивое тело, называемое красивое питание, для вас красивое питание, оставайтесь в нём всю жизнь. Ну, вы же не ходите в магазин, не покупаете уродливое платье себе. Ну, я надеюсь. Почему вы позволяете себе покупать уродующую вас пищу? Вот это вот я вообще не могу понять. Итак, переход на низкоуглеводное питание. Для мужчин обязательно эта программа. Мужчины получают результаты быстрее, чем женщины. Наличие мужчин в чате провоцирует женщин работать лучше. Потому что мужчина показывает результаты. Я же каждую неделю требую от вас результат. В чате знаете, да? Как выглядит система старости? Нет. Я целую неделю даю вам видео. Раз в день, раз в день, раз в день. Даю видео, даю видео. Вы немножечко по-другому начинаете думать. Немножко по-другому начинаете делать. Это всё очень легко. И на седьмые сутки я говорю, день замеров. Давайте-ка, давайте. Я старалась 7 дней. Теперь давайте я посмотрю, что вы настарались. И мои кураторы я проверяю прям. Проверяют, что у вас там. Есть результат, хвалим. Нет результата. Давайте дневничок питания посмотрим. Давайте посмотрим. Нам нужно найти, где вы ещё косячите. Что ещё мы не доучли. Потому что результат должен каждую неделю. И если результат тормозит, потому что инсулино-резистентность, я вам сегодня это объяснила, ничего страшного. Мы все вместе. Мы прям стоим и смотрим, когда же у вас пойдёт этот результат. И когда он у вас пойдёт, мы вас на лайка, мы вас просто на руках понесём. И у мужчин очень классно подходит. Итак, переход на низкоуглеводное питание. Наша стратегия – борьба с нечувствительностью к инсулину. Как бороться? Меньше углеводов жрать и очищать межклеточное пространство, друзья. Этому я учу на пятой ступени. Очистка межклеточного пространства, потому что там дохлые гликированные белки. Третий пункт. Нам нужно снизить остроту тихого воспаления. Как? Ну не надо делать воспаление меньше углеводов. Но воспаление уже есть. Так давайте половим свободные радикалы. Мы используем антиоксиданты. Я учу использовать антиоксиданты уже с нулевой ступени системы старости. Нет. Ступени всего 12. Каждая ступень 21 день. Зачем 21? Я хочу, чтобы вы вышли в привычку. Нулевая ступень. В привычку двигаться. Первая ступень. В привычку кушать правильно. Вторая ступень. В привычку пить воду правильно. Правильно. Не просто хлебать литрами. Третья ступень. В привычку заниматься своим углеводным обменом. И так далее. Омега-3 снимает тихое воспаление? Снимает. Витаминная терапия? Снимает. Смотрите, я не только питанием занимаюсь и провоцирую вас на физическую нагрузку, но еще нутрициологическое сопровождение. Про высокое давление сейчас не говорю, потому что это очень большая тема. Обязательно и физическая нагрузка в удовольствие, чтобы клетка потратила энергию, чтобы она сожигла жиры, чтобы она подняла канал глюкозы на поверхность, чтобы вышла из инсулинорезистентность. Без физической нагрузки. Нереально. Поэтому вы можете сидеть и думать, так, бахтина, конечно, а у меня суставы болят. И что? И что, что суставы болят? Вы все равно приходите, и мы выбираем ту нагрузку, которую вы можете. Даже просто в домашних условиях. Мы все равно найдем, как вам дать аэробную нагрузку. Друзья, без нее никак. Суставы болят, потому что у вас замкнутый патологический круг. Двигаться все равно придется. Ощелачивание внутренних средств – это третья ступень. Вторая ступень системы старости нет. И борьба с условно-патогенной микрофлорой. Смотрите, сейчас пока, может быть, вам это непонятно, но я быстренько расшифрую. Есть микрофлора в кишечнике, которая принадлежит толстому человеку. И тут как бы микрофлора толстого человека. И он толстый, потому что такая микрофлора. Это замкнутый патологический круг. Мы пересеиваем микрофлору, чтобы она была микрофлорой здорового человека в оптимальном весе. Почему? Мы начинаем кормить иначе человека. Он кормит иначе свою микрофлору. Микрофлора начинает возмущаться. Ну, слушай, ну всегда кормил углеводами. У нас тут привателл полно. Ну почему так мало питания? А вы ему говорите, ну я пошёл на курс бахтиной, система старости нет. Теперь мы будем питаться так. А кишечная микрофлора говорит, ну и что мне с этими привателлами делать? Они же превалируют. Ну а вы говорите, ничего не знаю, привателлы, вот это микрофлора толстого человека, а я теперь стройный. Вот и всё. До свидания. Ну а как ещё? Друзья, ну как? Это наши стратегии. Представляете, сколько их много? И всего не расскажешь. Друзья, при этом Министерство здравоохранения всех стран и совершенно, на мой взгляд, отжившая свой век институция, которая называется Всемирная организация здравоохранения, наблюдает, как человечество вымирает от болезни цивилизации, как у человечества происходит снижение его активное время жизни и собирает всю информацию о том, от чего конкретно мы умираем, и при этом продолжает кормить людей, популяризировать пирамиду питания, в которой 7-8 порций зерновых как основа рациона. Я не знаю, каким нужно быть умственно отсталым. Все кардиологические рекомендации построены на пирамиде питания, которую одобряет Всемирная организация здравоохранения. Если совсем упростить, вот совсем упростить, если мне сказать, расскажи о своей методике, нет никакой методики, я уже говорила, за одну секунду, знаете бы, что я сделала? Я бы вам показала пирамиду питания Всемирная организация здравоохранения, отрезала нижнюю вот эту ступень, зерновые 7-8 порций, просто бы отрезала. Тут написала, физическая нагрузка в удовольствие. Это вместо зерновых. А потом, пожалуйста, овощи, фрукты. Смотрите, овощи 4-5 порций, согласна. Фрукты только в первой половине дня. Белковые продукты. Всемирная организация здравоохранения поставила их на макушку пищевой пирамиды. Типа меньше всего нужно и так далее. Друзья, чем ближе мы к физиологии, я не знаю, почему Всемирная организация здравоохранения отъехала от физиологии, наблюдает результаты нарушения людьми физиологии, наблюдает, от чего они умирают, но продолжают нарушать их физиологию питания. Я не знаю, почему. У меня просто нет ответа на этот вопрос. Это результат. Я должна вам показывать результат. Это на Юрии результат. Конечно, у меня есть большое количество результатов на моих студентов, но это один из первых результатов на Юрии, и он, конечно, для меня самый значимый. Когда у человека был пузик, и он этот пузик исчез. Когда человек воспринимается как дядька, а через некоторое время опять он воспринимается как парень. Друзья, вы все можете выглядеть мальчики. Вы все можете выглядеть как парни. Просто когда я смотрю на людей, на мужчин, мне нравится смотреть на мужчин. Я их воспринимаю как дед. Некоторых я воспринимаю как дядька, а некоторых я воспринимаю как парень. Ну, есть еще мальчики, но они, ладно, это дети. Так вот, конечно, мне нравится смотреть на парней. Девочки. Да я любя говорю девочки. Но когда смотришь на женщину, та же самая градация. Она бабка, она тетка или она девушка. И вот вы прямо сейчас можете выбрать. У меня есть такой результат. Девочка. Ну, у меня все девочки. Купила систему старости нет, а я заставляю уже ходить там, да? Ну, как заставляю, через понимание. И она выходит в парк и гуляет там сколько-то по этому парку, возвращается домой. Она говорит, дети играют на площадке, а дети же они достаточно жестокие. Ну, как, они не подбирают слова. И раньше они меня идентифицировали как бабушку. Вон бабушка, смотри, бабушка гуляет. Ну, бабушка. Бабушке 53 года. Вот. Потом, программа, она длинная, программа длинная. Если вы сейчас покупаете по новогодним скидкам всю программу, то это 9 месяцев обучения вообще-то. 9 месяцев обучения. И она говорит, через полгода я иду мимо той же самой песочницы, где играют дети. И они меня уже идентифицируют как тетенька. Так вот, друзья, кто сам себя идентифицирует как бабушка, я просто вам очень рекомендую и хочу помочь вам, чтобы вас идентифицировали как тетенька. А кого идентифицируют как тетенька, чтобы вас идентифицировали как девушка. На одну ступенечку в 2024 году вы стопудов можете подняться. Так, ну ладно. Заканчивая тему, борьба с нечувствительностью к инсулину. Низкоуглеводное питание понятно, а теперь расчистка межклеточного пространства. Смотрите. На пятой ступени системы старости нет, мы с вами запускаем лимфоочищение. И я применяю системную энзимотерапию в рамках лимфоочищения. Это протеолитические ферменты растительного происхождения. Вы их кушаете через рот. Они транзиторно проходят все отделы желудочно-кишечного тракта, потому что они встречают пищу, потому что мы это делаем натощак. И всасывается через ворсинки кишечника в кровоток. Все. И потом они уже с током крови циркулируют. И они умеют, они протеолитические, они умеют расщеплять дохлые белки. Например, вы своей глюкозой убили гемоглобин. Он гликированный, он дохлый. Вы протеолитическими ферментами растригли, и это уже легче выводится. Или дохлый инсулин, или дохлый коллаген, он там коллагена заработает, но все-таки. Этим кто-то должен заниматься? Должен. А кто? Вы. Конечно, вы. И то, что вы не знаете, что есть такой способ снижения биологического возраста, это не значит, что вы не можете им пользоваться. Я знаю, я вам расскажу. Системная энзимотерапия. Мы используем протеазу плюс. Ну, к примеру. Не только это. Вот. Теперь по поводу физической нагрузки. Когда я создавала систему старостен, она тоже выглядит, как пирамида потребностей человеческого тела, то, ясное дело, самое главное я поставила в самое начало. Нулевая ступень. Даже не называется первая ступень. Нулевая ступень. Абсолютно необходимая. Это физическая нагрузка в удовольствие. И я вам все 21 день с разных сторон показываю, зачем вам физическая нагрузка. В конечном итоге, люди говорят, что у меня талант. Талант настолько, что человек уже не понимает, как это он может сегодня не дать тебе физическую нагрузку. Это же преступление. А как же тело? А как же митохондрии? А как же цикл Крепса? А как же энергия? А как же ЭТРФ? Ну то есть человек уже, он может продолжать ненавидеть физическую нагрузку, но он делает, потому что нет у клетки других рук, нет других глаз, нет другого выбора, другого интеллекта, только ваш. Потому что вы божественное сознание для своих клеток. Так вот, если вы не занимаетесь нагрузочкой физическую, не даете 21 день, то количество митохондрий дохнет, каждая вторая митохондрия. А митохондрия это то место, куда жиры занимают место на сжигание, очередь на сжигание. И вот вы решили поплавить свои жиры, а митохондрий минус 50%. И как вам это? Жиры-то сжигаются в митохондриях, энергия-то образуется в митохондриях. Вот вы ходите на работу зарабатывать деньги. Классно. А клетки? А клетки, у них тоже есть денежка, социальная энергия, ну у нас социальная энергия, деньги, а у них валюта этой энергии АТФ образуется только в митохондриях. А вы видите ли, 21 день не двигались. И что? Клетка стала бедная, она ненавидит своего создателя, вас, верхнее сознание, потому что вы не додумываетесь двигаться. Нет митохондрии, нет энергии. Но всё, что вы скушаете, будет отложено в виде жира. И опять мне заново начинать. Много жира, инсулинорезистентность, сахарный диабет и привет, первый инсульт, первый инфаркт. Итак, теперь для самых-самых продуманных. Есть люди, которые говорят, Лен, не надо мне вот это всё рассказывать, я всё это знаю, просто не делаю. Так вот, есть ещё просто нутрициологическое сопровождение. Это конспект здоровья номер 28, я сейчас его озвучиваю, под этим видео вы можете его найти или запросить в директ. Чтобы облегчить себе выход из метаболического синдрома, мы используем нутрициологическое сопровождение. Это хромхилатная форма. Что он делает? Он немножко обманывает инсулин. Вот есть инсулин, которому уже нечувствительна клетка, а есть фактор усвоения глюкозы, хромозависимый фактор, и он на другую кнопочку нажимает и через другой портал глюкозу засовывает в клетку. Это преодоление инсулинорезистентности. Чёрный орех, я не знаю как, но он очень эффективно снижает уровень глюкозы в крови. Точно так же, как люцерна. Большое количество наблюдений. Вот человек использует метформин, и у него там уровень глюкозы, допустим, 6, и он добавляет чёрный орех люцерна, и у него уровень глюкозы 5,5. МСМ, органическая сера, нужно для того, чтобы продолжать делать инсулин. Ну, не только МСМ, но всё-таки. Потому что инсулина делается очень много. И мы обязаны давать возможность, чтобы всё-таки инсулин делался. Потому что когда инсулиновый механизм, прям сломается механизм выработки инсулина, тогда сахарный диабет 2-го типа переходит в сахарный диабет 1-го типа. Абсолютная недостаточность инсулина. Вам не понравится. Что ещё делают серосодержащие продукты? Вот смотрите, есть белок, который не гликирован. Он живой, он работоспособный. Вот, допустим, тот же самый гемоглобин. А рядом гемоглобин убитый глюкозой, гликированный. Почему протолитические ферменты видят гликированный убитый гемоглобин и его расщепляют, но не видят и не расщепляют работоспособный живой гемоглобин? Потому что живые белки имеют ещё такую защитную оболочку, которая серосодержащая в том числе. Но это уже отдельная тема. Поэтому мы не экономим на органической серии. Но, друзья, общие рекомендации важнее, чем нутрициологическое сопровождение. Без низкоуглеводного питания ничего не будет. Это будет самообман, прикрытый БАДами. Поэтому мы соблюдаем низкоуглеводное питание. Поэтому мы раз в три месяца смотрим углеводный обмен, динамику, гликированный гемоглобин, какой у меня инсулин, какой у меня глюкоза. и обязательная аэробная физическая нагрузка. Обязательно. Без этого толку не будет. Поэтому бесполезно мне задавать вопрос. Лена, а можно похудеть без физической нагрузки? Только аэробная физическая нагрузка сделает вам дополнительной митохондрией. Понимаете? Так, ну что, давайте еще раз перезапущусь в инстаграме и отвечу на ваши вопросики. Но на вопросы я отвечаю по средам, друзья. Прямо по средам отвечаю на вопросы. Среды это время, когда мои студенты, которые работают в системе старости нет, могут прийти и задать вопрос в прямом эфире. И они этим пользуются. Но также люди, которые не в системе старости нет, тоже может, конечно, задавать вопросы. Хорошо. Погнали ответы на вопросы. Погнали ответы на вопросы. Начинаю сначала. А если низкие триглицериды, означает ли это, что метаболизм фруктозы нормальный? Я ее не ем, ни с чем, не в меру. Ну и ем в меру ягоды и фрукты. Ну как низкие? 0,5-0,7 триглицериды. Ниже 0,5 я не видела. Это значит, что вы не переедаете углеводы. Вот и все. Любочка молодец! Смотрит бахтину и одновременно нахаживает. Уже 5000 шагов находила. Молодец! Так, да. Да, запись будет на этом же месте, по этой же ссылочке. Здравствуйте! Улучшит ли ситуация при инсулино-резистентности прием метформина? Улучшит! Улучшит! Елена, просто смотрите, доктор, у него нет выбора. Он смотрит, что к нему пришел тучный человек. Тучный человек, которого он не успеет научить правильно питаться за 11 минут консультации с доктором. Поэтому, если этот тучный человек не может заклеить скотчем рот, значит, доктор должен что-то такое сделать, чтобы примерно так же сработать лекарственным препаратом. Поэтому он назначает метформин, который погружает клетку в состояние энергетического голода. А клетка, которая в состоянии энергетического голода, портал к глюкозе опять ставит на поверхность мембраны. Инсулино-резистентность преодолена. Но тело умное, тело изворотливое. Если тело продолжает получать избыток углеводов, оно либо заставит больше метформина использовать, либо метформин перестанет давать результат. Понимаете? Но метформин вы используете все равно. Все мои девочки, мальчики, которые уже вынуждены использовать метформин, используют и низкоуглеводное питание, и физическую нагрузку в удовольствии, и нутрициологическое сопровождение конспект номер 28 и метформин. До тех пор, пока мы увидим прям исправленный углеводный обмен. Все? Да. То есть, мы не отменяем назначение доктора, мы помогаем доктору. Доктор бы тоже так с вами поговорил, если бы у него было время. Понимаете? Так. Спасибо. Валентина пишет. Валентина считает, что система старост нет – настоящее чудо. Но почему не все люди идут? Не всем нужно быть здоровыми. Не всем. Да, я это понимаю, к счастью. Я это тоже понимаю. Я вижу людей, которые прожигают свою жизнь, которые, ну не знаю, как специально, что ли, делают. У них просто другие приоритеты. И это тоже нужно принимать и понимать. Я знаю многих девочек, которые нацелены на здоровье. Вот ей 25, она идеальная. И она начинает своей мамой заниматься. Я говорю, слушай, не надо мамой заниматься. Занимайся собой, рожай детей, учи детей правильно питаться. Это твоя ответственность, а не мамой заниматься. У мамы могут быть другие приоритеты. Да, мама, вот, например, как у моей. Ну, любит человек шить. Ей наплевать на свое тело, как-то вот оно, ее не сильно подводит. Вот она ими не интересуется. Ну, нормально, ну, что? Так. Высокая глюкоза натощак, 9,5. Оксана, завальна. Вам в систему старости нет. Гликированный гемоглобин 6,7. Это сахарный диабет второго типа. Да, и сложнее всего Оксана завальна справиться именно с утренней глюкозой, потому что это синдром утренней зари. Но мы все равно справимся. У вас будут нормальные или лучшие показатели глюкозы. У вас, смотрите, дело чести, ваше, не мое, но я вас просто научу. Гликированный гемоглобин через 120 дней, почему 120? Гликированный гемоглобин циркулирует 120 дней, убитый в крови. И вот через 120 дней гликированный выведут, а вы целых 120 дней будете низкоуглеводно питаться, запустите физическую нагрузку, ватрициологическое сопровождение, и у вас гликированный гемоглобин станет, допустим, в 6%, а не 6,7%. Или даже пятерочка будет, 5 с чем-то. И это победа, это победа. Понимаете? Да, никто никогда вам не отменит диагноз сахарный диабет. Вы необратимо сломали углеводный обмен. И только вы можете так питаться, так двигаться и так себя вести, чтобы эта ситуация вас не убивала. Друзья, у мужа был холестерин 12, врач назначил статины и сказал не есть яйца и идите домой лечитесь статинами. Ну, ясно. Для мужчин подходит программа, сказала, да? Лена, как правило, пить лимфатик каждому человеку можно пить. Каждому человеку можно лимфатик пить. Лимфатик-дренаж это комбинированное средство, которое содержит красный клевер и используется как эфирентное средство для того, чтобы разжижить межклеточное пространство вместе с его мусорочком, чтобы это жидкое межклеточное пространство стало содержимым лимфатических капиллярчиков, было поднято выше и выше и выше, провелось через все лимфатические узлы, прошло фильтровку и потом было сброшено в кровоток уже в чистом виде. Вот. Это система лимфоочищения. 20 капелек можно один раз в день. можно два раза в день. Бабушка в 53 в чем жестокость? Ну, не знаю, Олена. Если меня назовут бабушкой, то я очень сильно расстроюсь. И прям, ну, знаете, я всегда очень требовательна к себе. Вот. Я, конечно, сильно расстроюсь, поплачу и начну работать над собой, чтобы выглядеть все-таки девушкой, а не бабушкой. 53 года, друзья, это такая молодость еще. Раньше, ну, как, я помню себя с пятилетнего возраста, видимо, с того момента, как моей бабушке где-то было 50-53, потому что мой дедушка умер в 54. то есть я их помню в их 50, я их помню в их 49-54, моих бабушку, дедушку, и я их помню реально как бабушек, дедушек. Сейчас мне уже самой 50, и я так не выгляжу. Я не выгляжу как моя бабушка в таком же возрасте, потому что я применяю интеллект. Интеллект можно применить чему угодно, еще раз говорю, в том числе к вашему телу, потому что оно не знает, что вам 53 года. Без понятия. Оно просто понимает, что вы едите, как вы им пользуетесь. Вы мне очень импонируете, но не могу не спросить про дипломы. Их можно где-то посмотреть? Можно. Я закончила Запорожский государственный медицинский университет. Я врач акушер, гинеколог. Я врач генетик. Дипломы можно посмотреть. Ну ясно дело большое количество нутрициологических дипломов. Но скорее всего я тот человек, который нутрициологию создавал. Поэтому в основном я преподаю нутрициологию. Вот. Но такое. Хорошо. Да? Ответила на вопросы? Извините пожалуйста меня в инстаграмчике. Меня раз в 15 минут выпрасывает. Напоминаю друзья, в шапке профиля есть целебная ссылочка. Вы по ней проходите покупайте себе систему старости нет. Сейчас девочка спрашивает даст ли результат система а вопрос вопрос при какой патологии индекс хома 3,64 холестерин в норме. Да вы в инсулино-резистентности потому что он этот индекс хома выше 2,7 да соответственно это скорее всего высокий уровень инсулина надо выходить из инсулино-резистентности поэтому конечно приглашаю вас систему старости нет для вас это будет легко выйти из инсулино-резистентности как снизить глюкозу с 9 до 5 прийти в систему старости нет да я серьезно вам говорю мы вас переучим питаться мы вас научим глюкометром проверять уровень глюкозы через 2 часа после каждого приема пищи и анализировать что не так было в завтраке что не так было в обеде смотрите очень сложно понять как на тебя работает пища когда у тебя здоровый углеводный обмен но когда ты уже сломалась у тебя глюкоза 9 очень легко понять просто нужно научиться работать глюкометром я научила работать глюкометром огромное количество людей 2 недели и вы будете четко знать какие продукты как на вас работают 2 недели колония колоть пальчик несколько раз в день но через 2 недели вы будете иметь бесценный опыт продлевающий вашу жизнь как я отношусь к употреблению альфа-липоевой кислоты при инсулино-резистентности хорошо отношусь просто ею нельзя вылечить инсулино-резистентность ей можно облегчить работу цикла крепса а вылечить инсулино-резистентность нельзя только через низкоуглеводное питание физические нагрузки в удовольствие но альфа-липоевую липоевую кислоту мы безусловно используем Леночка при липидограмме холестерин холестерин 1,97 это что вы такое мне написали 3,87 и 6,27 как узнать 6,27 это общий холестерин скорее всего а вот эти первые две цифры я не знаю там есть липопротеты низкой плотности высокой плотности вот они одно плюс другое должно примерно дать вам 6,27 лаборатории иногда они дают липопротеты очень низкой плотности которые тоже входят в структуру общего холестерина это я ищу вопросы в инстаграмчике ну все вроде бы ответила да все друзья очень-очень надеюсь на то что у вас вы воспользуетесь своим высоким уровнем интеллекта исправить тело легко это делается один раз в жизни и всю жизнь потом поддерживаете классный классный высокий уровень здоровья и этим телом можно пользоваться можно водить его в походы можно сделать кругосветное путешествие можно повезти его на танцы можно заниматься любовью можно что угодно можно делать красивым функциональным телом друзья да все до новых встреч пока-пока смотрите друзья вы просто делаете заказ и ждете пока вам перезвонит менеджер если хотите поговорить живым человеком вот все да